Итак, вот был первый этап. Сейчас мы будем собирать так называемый OLL, то есть как и в кубике 3х3, за исключением того, что мы не собираем крест. Крест у нас как бы уже сделан. Мы собираем сначала FL, не F2L, потому что здесь два слоя мы собираем, а здесь только один. Пропускаем крест, делаем FL, потом, естественно, OLL в верхнюю сторону и потом PLL. Итак, OLL. Ну, вот такая ситуация, я думаю, вы ее узнаете. То есть, опять же, здесь глазки, а здесь ушки. Такая ситуация у всех у нас была на кубике 3х3, когда мы делали комбинацию вертолет. Вот такая же комбинация была у нас, вот они глазки, а вот они только тут белые, ушки. И мы делали вот такую комбинацию. Все ее вы прекрасно знаете. Ну, и давайте здесь ее такую же сделаем, да? R, U2, R2, U', R2, U', R2, U', R2, U', R. Вот вам комбинация вертолет. Да? OLL собран. Но вы понимаете, что не только вертолетик нам может попасться, поэтому давайте разберем следующие ситуации. Итак, следующая ситуация – это рыбка. Как я уже сказал, в кубике 3х3 мы собираем крест, а потом ставим уголки. Что касается кубика 2х2, то представим, что здесь, в FL, что в OLL, мы будем представлять, что крест у нас уже есть. Ну, здесь он, естественно, раз тут белый, здесь у нас желтый крест. Вот. То есть, в кубике 2х2 нужно включать воображение, да? Представляем, что крест уже собран, как здесь, да? И вот у нас уголок. Вот он. Да? И что это у нас за фигура? Это рыбка. Причем рыбка, как мы видим по вот этому уголку, обратная. То есть, если бы это была обычная рыбка, мы бы ее держали вот так, и здесь бы была желтенькая наклейка. Но раз она слева у нас, а она слева при любом повороте кубика, ну, кроме вот этого, да? То есть, если мы понимаем, что рыбка у нас обратная. И здесь то же самое. Мы видим вот этот уголок, который вот здесь, вот он. И вот этот, который вот, да? Ситуация понятна. И мы как решали такую рыбку? Брали ее вот так, да? И делали вот такую ситуацию. И кубик, ну, OLL у нас собирался. Давайте сделаем здесь то же самое. Ну, этот алгоритм, я думаю, вы опять же знаете, это обычная рыбка. И она делается точно так же, как и в кубике 3х3. Теперь давайте поговорим про обычную рыбку. Опять же, крест у нас собран. И здесь у нас тоже представим, что собран. Уголок здесь, уголок здесь. Наклейка здесь, наклейка здесь. Как мы решали такую рыбку? Мы делали морской пив-паф. R, U2, R' Здесь сделаем то же самое. Морской пив-паф. R, U2, R' ОLL у нас собрался. Итак, комбинация восьмерка. Или, как мы ее называли в наших обучалках, носик. Опять же, крест у нас собран. И вот они, два уголка. Крест собран. И вот они, два уголка. Справа наклейка. Да? Так она будет слева. Так ничего не будет. Так ничего не будет. Как мы в кубике 3х3 решали алгоритм носик. Мы брали правой наклейкой. Ну, чтобы наклейка была справа. То есть, не так, не вот так, не вот так. Брали кубик вот так. Поворачивали его от себя. И делали комбинацию носик. Ну, давайте здесь то же самое сделаем. Наклейка справа. Делаем комбинацию носик. Да? Все вы эту комбинацию знаете. Кто не знает, смотрите обучалку по 3х3. Все комбинации там есть. Следующая ситуация. Ушки. Ну, я ее называю идентичной, как бы, сестра носика. Да? Ушки. Как бы это два таких спаренных алгоритма. Ну, мы их вместе изучали просто. Опять же, крест у нас собран и два уголка. Двух нету. Крест у нас собран, представляем, да? Два уголка, двух нету. А они у нас с боков. Я надеюсь, понятно. Как мы решали в 3х3 комбинацию ушки. Брали ушками назад и вниз. Вот так. И делали комбинацию ушки. Да? Ну, давайте здесь так же сделаем. Назад и вниз. И делаем комбинацию ушки. Вот и все. Итак, алгоритм глазки. И вот здесь уже особенность. Потому что алгоритм глазки на кубике 3х3 мы делали следующим образом. Мы брали глазками к себе и делали вот такой алгоритм. Здесь все намного проще. Но это нужно будет запомнить. Потому что мы уже привыкли реагировать на глазки именно вот в такой позиции. Здесь же в такой позиции реагировать на них не нужно. Нужно глазками взять налево и сделать палку. Обычную палку, которую мы делаем, ну, когда еще не знаем ОЛЛа в начинающей методике. То есть мы на все, что вот на такую палку, на такую вот палку. В общем, мы не знаем ОЛЛ, потому что я уже говорил, да, что ОЛЛ это 51 случай. И на каждый случай одна формула. Мы же в начинающей методике все практически на пиф-пафы сводили, да. У нас был бумеранг, точка и палка. И мы все приводили в крест, а потом уже делали какую-то формулу. То есть не за одну формулу, а за две и иногда даже за три. То есть здесь мы делаем обычную палку. То есть делаем F, делаем пиф-паф и F'. Вот и все. Обычная палка. Именно в глазках. То есть глазки налево и делаем палку. И уже, по-моему, последний алгоритм, это алгоритм НТВ+. По-моему, он так назывался. Я не помню, как на самом деле я его называл. Но факт тот, что у нас спереди глазки, да, и сзади глазки. То есть не одни глазки, не глазки с ушками, где мы делали вертолет, а именно глазки напротив глазок. Что мы в такой ситуации делали? Глазками любыми, что этими, что этими, брали на себя. Делали F, три пиф-пафа и F'. Вот та же ситуация в кубике 2 на 2. Также можно сделать F, три пиф-пафа, F'. Но гораздо проще и быстрее сделать следующий алгоритм. Вот опять наши глазки. Мы также их берем. Делаем R2, U2. U2, R'. И потом делаем U2, R2. Вот таким образом. В кубике 3 на 3 так сделать нельзя, потому что у нас поменяются местами, тут же еще есть ребра, а здесь их нет. Поэтому уголки встанут, а ребра нет. А здесь у нас все встает. Я надеюсь, вы запомните этот алгоритм. Очень простой. R2, U2, R'. U2, R2. И еще раз. R2, U2, R'. U2, R2. У2, R2. У2, R2. У2, R2.